9 февраля в стенах Института международных отношений отметили День дипломатического работника, учрежденного в 2002 году указом президента Российской Федерации. Дата выбрана не случайно. В свои истоки праздник берет из 16 века и связан с деятельностью посольского приказа, образованного Иваном Грозным. Прежде всего, хотел бы поздравить вас всех с Днём дипломатического работника. Мы тоже надеемся, что в нашем Институте международных отношений, там будут попозже выдающихся дипломатов в России. Странная республика ориентирована на сотрудничество, экспортоориентированное, поэтому мы не можем развиваться без сотрудничества со всем миром. На ежегодном торжестве дипломатические работники и представители университета поздравили коллег. Они обозначили важность праздника и рассказали о тенденциях развития области дипломатии, планах и истории Казанского федерального университета. Стоит отметить, что совсем недавно были подведены итоги международного сотрудничества в сфере образования, где Казанский федеральный университет оказался одним из лидеров. Ведь сейчас в учебном заведении обучается более 11 тысяч иностранных студентов. У нас сегодня действует порядка 400 международных соглашений с различными университетами, грузами и более набор. Практически все эти соглашения продолжают действовать, несмотря на сложную внешне политическую ситуацию. Короткий разлет по времени. Всего лишь, казалось бы, профессиональная подготовка ведется с 1994 года. Нам нет еще и 30 лет. Но, по сути, вся история Татарстана на протяжении ее многотысячелетней многоковой истории – это вопрос подготовки дипломатов, которые взаимодействовали с окружающим миром. Отметим, что программа праздника очень насыщена. Александровский зал сегодня собрал выпускников-международников и участников Ассоциации молодых дипломатов. Позже для студентов прошли игры «Политическое дипломатический протокол» и «Деловая управления культурным наследием». Евгения Евдокимова, Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.